Всем привет! И сегодня я расскажу об одном из моих больших флорариумов. Даже это не совсем флорариумы, а почему-то я их так стала называть биотопы. Все растения там флорариумы взяты из одного почти, точнее как одного. Одного, немножко два биома. Здесь вот как вы видите лиственный лес, небольшое болото и пустырь. Местность эта находится прямо рядом с озером. И рядом с этим озером располагается такое весеннее заливное болото. Часто летом оно вообще высыхает, а весной и осенью наполняется. Там же и располагается небольшой осиновый лесу, в котором часто мы собираем грозди. Ну и заодно я решил с честь этого леса сделать такой вот отдельный флорариум. В одном месте этот флорариум передает болото вместе с обильным мхом. Обрезав стаканчик и налив воды, я там сделал такой небольшой прудик. Ну а в другом месте биотоп лиственного леса именно. Первоначально там было больше растений, там был тысячелестник еще, но большинство растений здесь, точнее не большинство, некоторые вот травы подорожники остались, но некоторые все же умерли просто от того, что здесь довольно влажно, а не всем растениям подходит такая влага. Особенно не очень хорошо себя поживает биом пустыря, потому что просто не прирослись, как видите, вот их остатки есть, просто не прирослись растения, вероятно, только они пустырные, им нужна влажность поменьше. По идее ростом должен быть вот такой вот ослинник, а также в этом пустыре росла вот такая вот странная трава, она очень плоткая, жесткая, например, какие-то пустынные бутыли травы. Я сперва подумал, что это ситняк развесист. Ой, извиняюсь, булавон сейчас седеватый, я уже не то говорю. Но дело в том, что мне сказали, что нет. Пока непонятно, что это за растение, но это из однодолия. Но в любом случае, растения эти просто там не прожились. А так, то биотоп у меня получился вполне нормальный. Он переживал несколько падений растительности, но при этом все же нашлось там биоравновесие и растения пошли расти. Как видите, вот так. Бог вообще по стене уже пошел. Но это вовсе не единственный мой биотоп. Есть и другие. Но о них я уже расскажу в следующий раз. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Хм!